Здравствуйте, это программа «Жилищный вопрос» и я ее ведущая Екатерина Семченко. Иногда обстоятельства складываются так, что приходится продать квартиру, купленную в строящемся доме, до окончания строительства. Как осуществить такую сделку, мы побеседуем с генеральным директором консультационного центра недвижимости и страхования в Петербурге Николаем Лавровым. Мы продолжаем наш разговор о продаже недвижимости и сегодня мы поговорим о том, как же продать квартиру, когда дом еще не достроен. Насколько это возможно, продать объект недвижимости в недостроенном доме, еще когда не сдан в эксплуатацию? Непостроенный дом не является недвижимостью. Квартир в нем нет. И продать квартиру или недвижимость в недостроенном доме невозможно, потому что за неимением этого объекта. Продать можно в недостроенном доме только свое долевое участие в строительстве. Потому что на недостроенный дом у человека, у не собственника, у продавца, есть на руках только договор долевого участия в строительстве. Либо договор о членстве в строительном кооперативе и справка о выплате ПАЭ. Это не объект недвижимости. Это даже несмотря на то, что эти договора по ДДУ регистрируются сейчас в Росреестре. Это все равно не является объектом недвижимости. Это является инвестиционным договором. Это договор об инвестициях одного человека в строительство конкретного дома. И продать по этому договору можно уступку права требования той самой квартиры, которая будет когда-то построена и которая прописана в этом договоре. То есть человек может переуступить свое право требования у застройщика этого объекта, сформированного в будущем объекта недвижимости, на другое лицо. Это называется договор уступки права требования. Он точно так же должен быть зарегистрирован в Росреестре. Он должен быть подписан все-таки застройщиком заодно, который выдавал договор долевого ученика. Это обязательно? Без этого глупо. Вообще это обязательно. Потому что есть реестр зарегистрированных дольщиков и стороной по договору является застройщик. Для того, чтобы изменить условия этого договора, соответственно, застройщик должен участвовать в этой сделке. Что нужно сделать, чтобы продать? Во-первых, надо сначала купить этот долевого договора долевого участия, вступить в стройку, инвестировать туда деньги. И, соответственно, дождаться, пока оценочная стоимость этого договора вырастет. И попробовать его продать. Когда продать? Тут надо смотреть от конкретного объекта. От конкретных его расположений. Его истории. Его количества квартирографии. Количество аналогичных предложений. Потому что на самом деле это не просто купли-продажи, недвижимость. Это, во-первых, ничего общего с купли-продажей, недвижимостью не имеет. Вот я хотела, как раз, уточнить. А это игра на инвестиционном рынке. Ты не продаешь и покупаешь квартиру. Ты вкладываешь инвестиции в рисковый проект. Дожидаешься, когда проект становится менее рисковым. Соответственно, твои инвестиции вырастают. Ты их пытаешься продать с получением прибыли. Это финансовый рынок. Это финансовые операции, по большому счету. А для обычного человека, когда надо, тогда и продает. Правила те же самые. Смотрим, за сколько продаются аналогичные квартиры в этом доме. Поэтому выставляем дешевле всех. Ну, понятно. А, например, если под этот объект был взят кредит ипотечный. Можно ли продать такой договор, да, мы понимаем? На самом деле можно. И это тоже был и есть один из инструментов инвестирования. Если квартира куплена в ипотеку, значит, покупатель должен дать денег на погашение этой ипотеки. Ну, тут с покупателем надо договариваться. Это не так просто. Либо продавец. Ну, тут еще банк должен же дать, как-то участвовать во всем это и во всей этой ситуации. Нет, продавец. Банк что может дать? Банк может дать только согласие. Когда ему деньги все вы перечислили, тогда он даст согласие. Пока денег нет, согласие он не даст. Если деньги есть, он согласие даст в любом случае. Нет ни на что согласия. Как можно продать квартиру, на которой кредит? Никак. Пока кредит не погашен, квартиру не продашь. Квартира это инвестиционный договор. Это залог под долг. Пока долг не отдан. То есть, покупатель должен нести полную стоимость кредита банку. Либо продавец должен погасить кредит банка, взять деньги в другом месте, быстренько погасить, получить документы, продать покупателю, забрать у него деньги и рассчитаться с остальными договорами. А остаток забрать себе. Это единственный способ. Единственный. А если, например, квартира куплена по схеме ЖСК, то есть, человек вступил в кооператив. Здесь какие правила игры? И продать тоже нужно до... Переуступку пая кооператива. Никаких проблем. Приходишь в кооператив, переуступаешь пая другому человеку. За это берешь деньги. И тут какое-то согласие от остальных участников кооператива нужно спрашивать? Это форма продажи внутри кооператива. Это регулируется внутренним документом оборотом. Но согласие других пайщиков на продажу пая обычно не требуется. Это проще продавать квартиру из-под ЖСК? Да, или по ДДУ все-таки что? ЖСК не регистрируется в ФРС. ДДУ регистрируется в ФРС. Соответственно, конечно, ЖСК перепродать проще, но там и риск выше. Потому что это же кооператив. Ну, форма законная и существующая. Сделка проходит каким образом? Так же, как со вторичкой или как-то иначе? Какие документы, кроме самого договора, тут нужны? Подписываются те документы, которые подписаны у застройщика. У застройщика подписывается еще доп. соглашение к этому договору. Весь этот пакет является документами, которые принадлежат новому. То есть никаких дополнительных документов ничего не нужно? Ну, в зависимости от сделки. Если там банковские какие-то участия, значит, надо, чтобы было с ней, обременение еще не наложено, но с банком должно быть все урегулировано. Я благодарю нашего эксперта за беседу. Напомню, в нашей студии был генеральный директор консультационного центра недвижимости и страхования в Петербурге Николай Лавров. Субтитры создавал DimaTorzok